здравствуйте всем привет меня зовут анна я из компании райк и мне очень радостно что мы все здесь эти два дня потому как для меня не знаю как для вас это первое оффлайн мероприятие с тех пор как весь мир против нашей воли переместился онлайн я думаю что титаническая работа спасибо организатором ну и это отличная идея потому что целых два дня мы можем с вами общаться спорить находить новые идеи находить новых интересных людей общем класс я не буду долго останавливаться на своей биографии я скажу только что последние 10 лет я работаю в международных эти компаниях сначала вим сейчас компании райк я из client facing это значит что все что я делаю с клиентами про клиентов и для клиентов технически лиды не спешите покидать зал потому как те инструменты и методологии про которые я хочу сегодня поговорить они применимы для всех ролей я также являюсь ментором менторской программы women in tech я вижу что в зале есть девушки я являюсь ментором по направлению client facing и не техническая карьера войти и девчонки я приглашаю вас присоединяться комьюнити и участвовать в разных вдохновляющих мероприятиях мы telegram здесь не случайно я всегда рада общению и буду рада ответить на вопросы к любому из слов представленных на слайде я указала здесь свои основные зоны экспертизы поэтому будет здорово пообщаться мой мир вообще достаточно давно стал ремоут именно поэтому я хочу сегодня поговорить с вами об этом я начинала работать компании vim удаленно с партнерами в центральной европе затем я руководила командой которая работала удаленно с партнерами в центральной европе и сейчас я в райк компании которая предлагает платформу для для совместной работы и управления проектами я пришла на позицию менеджера команды customer success и professional services с этой командой мы покрывали без преувеличения уже весь мир а сейчас я отвечаю глобально за технические партнерства райк в сфере professional services у райк 9 офисов в шести разных странах мира не так давно мы стали частью компании citrix поэтому я думаю что вы понимаете удаленка и распределенные команды это все то что происходит со мной и моими коллегами каждый день до много клиентов много пользователей наш план на сегодня моя agenda отмечена начальным уровнем это значит что мы будем говорить с вами о разных методологиях инструментах познакомимся с ними и поймем как сделать ремонт работу чуть более простой и приятной по некоторым из этих вещей проходят тренинги на один а то и на несколько дней поэтому у нас нет с вами задачи очень глубоко их изучить но я буду очень счастлива и знать что не зря здесь сегодня выступаю если кто-то из вас захочет найти больше информации по какой-то из этих тем самый глобальный эксперимент по работе из дома именно так назвал журнал time magazine то что стало происходить на рынке труда в 2020 году наверное точнее не скажешь ведь с приходом пандемии не стоял вопрос сработает ли удаленка вопрос стоял как сделать так чтобы она сработала хочу поделиться с вами парой интересных и позитивных цифр это исследование которое провела компания upwork платформа для встречи работодателей и удаленщиков они провели это исследование среди своих клиентов и спросили их про их опыт работы в удаленке и будущее ремонт команд цифры говорят сами за себя и работодатели и сотрудники считают что удаленка работает и она эффективна и компании готовы предлагать все большее количество удаленных вакансий и открывать удаленные вакансии в том числе в традиционных командах поэтому я предлагаю относиться к удаленке как явлению неизбежному и позитивному вы как работодатель больше не ограничены географией вы как сотрудник больше не ограничены географией в том же репорте upwork есть и другая цифра которая говорит что три из четырех компаний считают уровень навыков отвечающих за переход на успешную удаленную работу среди своих сотрудников недостаточным это ограничивает их в предоставлении качественных сервисов и продуктов своим клиентам а значит ограничивает рост давайте поговорим о том какие скиллы являются которые какие скиллы делают команды успешными распределенными командами какие скиллы делают сотрудников успешными ремоут сотрудниками и как работать над этими скиллами я хочу начать с кейса про хайринг в офис бухаресте мы делали это для компании вим софтвер и хайринг в бухарест случился со мной примерно после года темлидства мне кажется что это сравнимо с годом за рулем когда ты отъездил свой первый год ты чувствуешь такой некоторый ложный профессионализм желание всем его продемонстрировать первая робость позади но и в общем ты готов к великим свершениям именно тогда мне и сообщили что в мою команду будут нанимать сотрудников бухаресте до этого все сотрудники находились в питере бухарест это не только город который очень часто путают с будапештом но и крупнейший айти хаб в европе там находятся офисы таких компаний как сап оракл адоби и так далее кстати на картинке вы видите сейчас здание бухарестского парламента и это второе в мире здание по величине после пентагона так вот про хайринг в бухарест мы делали это по тому же процессу по которому нанимали людей в питере где есть возможность личного общения мы сохраняли структуру и продолжительность хайрингового процесса сначала шло первичное hr интервью затем был language check ну и потом у меня было 60 минут для того чтобы пообщаться с кандидатом в целом 60 минут это прекрасное время вполне достаточно если знать что ты хочешь спросить и что через эти вопросы понять мы говорили про опыт кандидатов играли в кейсовые интервью и где-то уже потом в цейкноте я задавала пару вопросов о удаленном характере работы как и надо ли проверять ремонт скиллы я не знала и осознание того что это делать нужно приходила ко мне с каждым последующим интервью чтобы я сделала сейчас во первых я бы не постеснялась выйти за предложенные и чар временные рамки и поговорила бы либо дольше либо на дополнительном звонке а вообще конечно по-хорошему не хватало подумать какие скиллы делают сотрудника успешным удаленщикам и делать акцент на них сейчас в райк мы используем такой инструмент как скилз матрица матрица компетенций она представляет собой блоки hard и soft скиллов относящихся конкретной позиции детально расписанные и эволюцию скилла в зависимости от уровня сеньорности человека кто-нибудь в зале пользуется такой матрицей супер очень здорово я лично делала такую матрицу для customer success менеджеров возможно по-русски это звучит немного сектантские менеджеры по успеху клиентов для софтовой компании которая в особенности лицензируется по подписке очень важно сохранять контакт с клиентом и доносить value продукта и после факта продажи собственно это то чем и занимаются csm и скилз матрица выглядит вот так и я совершенно умышленно оставила только сами блоки скиллов и уровней с тем чтобы была понятна структура вы видите что мы здесь имеем совершенно разные скиллы знание пем методологии презентационные навыки знания продукта одним словом мы берем роль крутим ее вертим и смотрим с разных сторон и максимально подробно описываем какими же скиллами обладает человек на этой позиции безусловно есть смысл дополнять эту матрицу и скиллами удаленщика о чем мы чуть позже поговорим и сейчас я предлагаю вам проследить эволюцию скилла на примере одного из важнейших скиллов для csm это навыки консалтинга поехали csm начального уровня способен письменно и устно отвечать на вопросы и в случае возникновения более сложных вопросов адресует их тем лиду или своим более опытным коллегам level 2 уже может говорить о бизнес-процессах и консультировать полностью по продукту и также при возникновении каких-то более сложных кейсов идет к тем лиду за помощью на третьем уровне человек способен менеджить ожидания стейкхолдеров у клиента и полностью переносить бизнес-процессы в продукт на четвертом уровне сотрудник может работать с несколькими командами бизнес-процессами одновременно и покрывать кросс-функциональные гэпы ну и высший пилотаж конечно это работать с большими сложными проектами и групповой динамикой вот примерно так выглядит эволюция от уровня 1 к уровню 5 и так мы прописываем каждый из скиллов чем более подробно вы сможете это сделать тем понятнее будет для сотрудника чего же от него ждут но и опять же есть практика наложения на skills матрицу зарплатных гэпов соответственно если вы это сделаете то точно также будет понятен ответ на вопрос что мне как сотруднику нужно сделать с тем чтобы получить повышение зарплате ответ будет вашей skills матрицы и дальше остается только поговорить как к этому прийти про навыки ремоут сотрудника наверное самый очевидный вариант это time management и я не хочу долго останавливаться на приоритизации задач на планировании своего рабочего дня я поделюсь с вами коротко тем лайфхаком который несколько месяцев назад сделал мою жизнь проще и позволил мне концентрироваться на рабочих задачах я просто отключила все уведомления на телефоне и честно говоря я думала что у меня разовьется невроз при котором я буду постоянно чекать что происходит у меня в телефоне но это не так и это очень здорово потому что когда я погружаюсь работу над какой-то задачей я полностью на ней концентрируюсь я не вспоминаю про свой телефон и мой телефон не напоминает мне про себя таким образом все происходит быстрее эффективнее и лучше поэтому очень рекомендую если вы еще не пробовали это сделать попробуйте классно про навыки ремонт работы мне кажется что в русском языке слово коллаборационизм носит такой некоторый негативный подтекст то время как в английском collaboration отлично описывает то что мы ожидаем от успешного ремонт сотрудника способность выстраивать коммуникацию в своей команде и между командами по сценарию вин-вин способность задавать правильные вопросы правильным людям и приходить скорее с решениями чем с большим списком вопросов адаптивность и гибкость и наконец навыки коммуникации и здесь на первый план выходит письменная коммуникация это важно серьезно ведь грамотная речь хорошая пунктуация умение четко и ясно доносить свои мысли сложно переоценить но и равно как в зависимости от того с кем мы общаемся регулировать тон коммуникации и уровень формальности я не призываю вас читать очень много букв сейчас на слайде это скорее шпаргалка когда вы захотите вернуться к моей презентации несколько практических советов по skills матрицы совет номер один составьте skills матрицу если у вас ее еще нет обсуждайте вместе с сотрудником текущее положение дел и его прогресс мы садимся с сотрудником и первое что я прошу сделать и наиболее важное для меня чтобы сотрудник оценил самостоятельно где он сейчас находится мы обсуждаем я прошу приводить примеры конкретных проектов или задач где те или иные скиллы были продемонстрированы безусловно как руководитель я даю обратную связь и это позволяет выстраивать открытую коммуникацию а также задавать вектор дальнейшего развития для сотрудника ну и конечно секция с навыками remote сотрудника она актуальна как и для нового найма вашей компании так и для уже существующих сотрудников которых вы хотели бы перевести на удаленку я немножко затронула тему того а как же проверять скиллы когда говорила когда говорила про навыки письменной коммуникации и хотела предложить вам при решении такое добавить некоторые письменные этапы в структуру вашего стандартного процесса рекрутмента просить писать сопроводительные записки или мотивационные письма просить писать пояснительные записки к тестовым заданиям но и ко всем другим навыкам отлично подходят поведенческие и ситуационные вопросы поведенческие вопросы позволяют узнать вам больше про имеющийся у кандидата опыт и таким образом спрогнозировать потенциально его реакцию на подобные ситуации в будущем в зависимости от того кого вы нанимаете вы можете задавать разные вопросы например опишите ситуацию в которой вам приходилось принимать быстрое решение как вы работали с фидбэком руководителей коллег и чтобы вы изменили сейчас гипотетические вопросы моделируют ситуацию и позволяют вам оценить реакцию человека на нечто новое и неизведанное но и опять же зависимости от роли мы можем задавать самые разные вопросы например спросить как человек начнет работать над совершенно новым для него проектом ожидаемо мы хотим услышать что-то про приоритизацию задач внутри проекта про анализ стейкхолдеров и работу с ними и здесь меня очень здорово выручает вопрос почему он позволяет уйти от тех ответов которые лежат на поверхности и которые как бы сами напрашиваются при первом ответе есть техника five five 5 почему я не уверена что я использую каждый раз прям 5 почему но несколько раз я этот вопрос задаю и это позволяет действительно приблизиться к тому как мыслит человек на чем основываются те выводы или те решения которые он предлагает безусловно какого-то стандартного вопроса маркера который позволит вам принять решение нанять человека или нет не существует мы принимаем решение по совокупности опыта скилов самопрезентации наконец однако сделать фокус на навыки ремоут работы безусловно стоит это сможет уберечь вас от мелких а возможно и больших неприятностей ну и конечно сделать осознанный выбор ведь все то о чем мы говорили с вами ранее это soft skill и а значит над ними можно работать их можно развивать и прокачивать как компании райк мы используем прекрасный инструмент персонал development план личный план развития сотрудника который представляет собой среднесрочную или долгосрочную смарт цель поскольку работа над софт скилами или какими-то комплексными hard скилами требует времени обычно мы пишем годовой pdp оставляя за собой возможность скорректировать временные рамки и сами цели мы дополняем смарт цель критериями успеха которые помогут нам понять что мы пришли к желаемому результату мы обсуждаем шаги которые помогут нам прийти к желаемой цели и чем подробнее мы это сделаем тем лучше и проще будет идти по этому пути ну и конечно мы оцениваем те ресурсы инструменты которые нам потребуются и здесь можно смотреть достаточно широко и говорить о людях чья экспертиза поможет вам достижение цели о доступе к каким-то специализированным программным решением возможно каким-то обучающим курсом в общем полет фантазии приветствуется и абсолютно никак не ограничивается несколько рекомендаций по pdp хороший pdp это pdp написанный самим сотрудником поскольку мотивация достигать своих целей намного выше чем цели которые принес кто-то другой вы как менеджер безусловно направляете этот процесс потому что вам виднее какие возможности и какие потребности есть внутри вашей компании предложите сотруднику опираться на skills матрицу задайте направление кросс-функциональные проекты это отличный вариант для pdp так например в моей команде customer success один сотрудник работал над анализом продуктового фидбэка от клиентов прокачивая тем самым навыки сбора и анализа большого количества информации и кросс функциональной коммуникации с продуктами и аналитиками а другая сотрудница работала над идеей корпоративного гараж сейл работая тем самым над своими навыками проектного менеджера коммуникатора но и также для нее было важно понимать что то что она делает полезно и нравится другим людям видите какие разные цели выбирают люди и какие разные пути их достижения все потому что люди тоже разные и эффективная коммуникация будет строиться с ними также по-разному я не думаю что тем лиду менеджеру нужно становиться психологом однако учитывать личностные особенности и делать ставку на сильные стороны человека абсолютно точно имеет смысл и здесь я хочу рассказать вам про инструмент hd и методология hermann dominance инструмент очень простая и оттого применимая методология была предложена надом херманом в свое время он руководил обучением лидеров в компании general electric и простая методологии имеет под собой на самом деле достаточно серьезную научную подоплеку и базируется на данных исследований о мозге а именно о разделении мозга на правое и левое полушария а также на лимбическую систему ствол и полушария hd и выделяет четыре доминантных типа аналитик организатор психолог и креативщик условные названия подразумевают определенные сильные стороны у каждого из них и давайте с ними познакомимся кто есть кто аналитик отлично работает над комплексными проектами анализирует большое количество информации любит факты и цифры и в речи такого человека вы можете выделять слова маркеры как цифры факты анализировать системный подход организатор чуть более консервативен он отлично работает в процессе будет четко следовать инструкции выполнит все четко в срок и будет говорить вам что у нас так принято по правилам и по процессу мы делаем так и так психолог на мой взгляд очень ценный член любого коллектива потому что это люди про людей и они будут создавать тот самый комфортный климат в команде и стремиться решить любые конфликты максимально дипломатично конечно это тот человек который будет говорить о необходимости работы в команде о том насколько важно учесть мнение каждого и о том что человеческая ценность это важнейшая ценность ну и наконец креативщик это человек который мыслит идеями и концепциями но однако далек от пошагового их внедрения в жизнь он с удовольствием поговорить с вами про про образ результата или про инновационный путь но так как это требует очень много времени то дедлайн такому человеку лучше ставить с большим запасом от теории к практике я думала на каком же примере нам с вами лучше разобраться с этой методологией и подумал что нужно выбрать что-то простое и понятное всем поэтому давайте мы будем с вами варить борщ на обед обед у нас в 14 часов ждем 20 гостей как вы думаете кто сможет эффективно справиться вот с такой задачей рассчитать бюджет на весь обед скоординировать закупку работу и непосредственно общий тайминг какие еще есть мнения супер а кому вы могли бы поручить рассадку гостей и некоторые small talk перед обедом мнение разделились но я согласна с теми кто считает что это психолог отлично кто же будет покупать у нас продукты четко по списку нарезать свеклу соломкой а картошку кубиком супер но и главная интрига кто будет у нас эффектно и креативно оформлять подачу обеда класс я думаю что это прекрасно когда в работе в проекте есть возможность опираться на сильные стороны каждого сотрудника однако такая возможность есть не всегда и иногда задача стоит таким образом что каждый сотрудник должен сварить борщ иными словами выполнить одну и ту же задачу давайте попробуем перефразировать как бы мы могли поставить в таком случае задачу каждому из этих психотипов для кого было бы интересно поработать над концепции обеда аля рюс и сделать это событие незабываемым и креативным класс а кто бы у нас был восторге от четкого и понятного задания купить продукты по списку приготовить по рецепту и накрыть на стол супер для кого задание накормить людей любимым блюдом и сделать этот обед теплым и душевным стало бы самым что ни на есть желаемым конечно ну и вариантов немного аналитик был бы рад взять всю ответственность на себя рассчитать организовать и проконтролировать безусловно рафинированный тип встретить достаточно сложно ведь все мы в разных ситуациях проявляем какие-то разные личностные качества плюс мы способны работать над своими софт скиллами но доминанта все равно будет прослеживаться и так мы поговорили с вами про скиллы must have для удаленщика поговорили как над ними работать и даже затронули тему эффективной коммуникации с разными людьми но иногда вопрос стоит иначе где искать людей и он правда может стать основным хочу поговорить с вами об этом не как и чара как нанимающий менеджер и рассказать о варианте который наверное является не самым очевидным аутсорсинг бизнес процессов идея заключается в том что в мире существуют компании которые будут рады взять на себя поиск найм он бординг и весь операционный менеджмент хоть целые бизнес функции например технического саппорта системной аналитики так и нескольких ролей вашей команде нанять несколько разработчиков или сейлзов и вы можете сделать вид что эти сотрудники они такие же ваши как те которые на самом деле ваши вы можете ставить им цели полностью интегрировать их в команду и people manage it или вы можете сказать что вам совершенно неинтересно отдать все на поруки бипи о партнеру и только контролировать конечный результат или трекать прогресс я рада что конференция оказалась перенесена практически на полгода поскольку в ноябре я не смогла бы ничего рассказать про бипи о и этот проект он был только на середине и за это время я прошла из точки а где я знала про аутсорсинг бизнес процессов практически ноль в точку б где я могу достаточно много про это рассказать и на этом пути меня ждало много открытий например такое что аутсорсингом бизнес процессов пользуются и большие компании не только войти но и в целом в разных секторах так и маленькие компании и стартапы а все потому что такая аутсорс команда может состоять из нескольких тысяч человек и из нескольких человек как правило бипи о организации имеет какой-то свой фокус кто-то отлично хайрит технических специалистов для айти кто-то классно хайрит для фармы это значит что под ваш запрос скорее всего у них уже будет определенный пул кандидатов что позволит вам сократить время на поиск нужного человека но и не секрет что нанять человека в штатах или скажем на филиппинах стоит совершенно разных денег плюс затраты компании на сотрудника складываются не только из его зарплаты и налогов но также из того а сколько нам нужно нанять бухгалтеров чтобы рассчитать всем зарплату сколько сотрудников должно быть в helpdesk и других внутренних подразделениях поэтому отдавая некоторые роли на аутсорс вы имеете все шансы оптимизировать свои затраты если для вас это актуально то бипи о также дает возможность найма в новых для вас локациях покрытие других языков и временных зон но и масштабируемость команд конечно любая бипи о организации будет рада нанимать для вас тысячи людей это их деньги то их бизнес но в то же время они предлагают достаточно гибкие условия по сокращению числа активных контрактов зачем это делать мы проект это делали для того чтобы посмотреть а можем ли мы оптимизировать затраты по нескольким бизнес функциям а также мы хотели понять можем ли мы покрывать некоторые зоны технического саппорта не за счет ночных смен питере а за счет вот таких локаций где-то в других точках мира вот так выглядят ключевые регионы в аутсорсинге бизнес-процессов в мире я говорила про оптимизацию затрат и такие регионы выделены оранжевым кстати как вы думаете почему среди них нет россии боятся значит уважают извините не слышно ну да а почему ее нет но возможно и эти причины тоже но в целом основная заключается в том что если мы платим зарплату по белому а хочется верить что многие компании к этому приходят то российские сотрудники в совокупности не являются дешевыми и нанять людей скажем в украине на филиппинах или в египте намного дешевле вот такая вот неожиданная история иногда вопрос стоит немного иначе мы хотим не сэкономить а найти редкого специалиста какой-то уникальный скиллсет и тогда нам придут на выручку регионы такие как сша германии или канада это не будет дешево но это повышает шансы найти желаемого высококвалифицированного специалиста то может быть вы будете даже выбирать из нескольких работая над проектом по discovery аутсорсинга мы прошли достаточно простой путь то же время мы проделали довольно объемную работу мы начали с того что сформулировали какие же роли мы хотим аутсорсить с чего начать и как масштабировать эту команду какие языки мы хотим покрывать в каких регионах и какие операционные часы с тем чтобы собрать максимально подробную информацию затем ее корректно сравнить мы разработали специальную рфа форму request for information с двумя блоками по информационной безопасности и вопросам касаемым бизнеса а также здесь нам помогла опять же skills матрица благодаря которой мы смогли составить не общие какие-то job description со стандартными словами а сделать те которые касаются нашей компании нашей специфики полностью отображают что мы хотим видеть в том или ином кандидате мы собрали информацию практически о 50 компаниях с 15 из них наиболее подходящими мы провели первичное интервью и попросили за форме заполнить нашу рфа и форму а также на основании подробного описания ролей сказать они вообще могут нам нанять таких людей у них есть такая практика и опыт затем мы сравнили к цифрам и фактам мы добавили также отзывы клиентов и сотрудников этих компаний на мой взгляд немаловажный вопрос часть из этой информации легко найти в открытых источниках таких как глаз door clutch и так далее что то мы запрашивали по референсам но и затем конечно мы выбрали лучших топ-3 компании с каждой из которых можно подписывать контракт нужно только определиться с фокусом ключевые моменты аутсорсинг бизнес процессов работает в обеих ситуациях когда вы хотите нанять очень много людей когда вам надо нанять всего несколько человек ну и все промежуточные варианты между ними разумеется тоже это хорошая возможность для найма в тех странах и региона где у вашей компании нет юрлица или представительства ну и наконец эта возможность оптимизировать затраты на сотрудников или же дополнительная возможность по поиску редких уникальных специалистов ну и заключение пара слов про инструменты которые не сделают за вас вашу работу но точно сделают вашу ремонт жизнь чуточку приятнее и интереснее разумеется многие процессы и проекты можно переносить на специальные платформы и вот вы уже не пишете десятки мейлов коллегам не переполняете ящики друг друга огромными вложениями не шарить и стотысячную бесконечную google табличку а делаете это все в одном месте работаете над проектом коммуницируете и трекаете прогресс но и наверное на этом моменте было бы странно если бы я не сказала про райк поэтому конечно же райк но рынок предлагает достаточно много по различных решений например я думаю что знакомы вам жира быстро назначить звонок с коллегой с клиентом или даже с целой команды вам может помочь такой сервис как келлен для вы просто кликаете на свободный слот хоп звонок забукан вы опять же не тратите кучу времени и нервов на то когда кто может а почему не может вы просто видите свободные слоты и выбираете то что подходит и для вас но и внутри компании вполне могут сработать открытые календари когда вы точно также видите когда ваши коллеги доступны и нет необходимости задавать дополнительные вопросы как-то это долго обсуждать но и когда хочется поблагодарить коллег за отличную работу или просто сделать приятное мы используем сервис бонус ли представьте что ваши коллеги начисляют вам бонус ли баллы и после этого вы можете в корпоративном магазине на эти бонус ли баллы купить какую-то приятную мелочь а может даже и не мелочь классно по моему очень классно альтернативные программы для этого тоже есть например кудас ну и куда без виртуальных вечеринок что только мы не делали удаленно за этот год мы готовили дегустировали вино дегустировали пиво мы играли в квесты мы устраивали конкурсы на лучшие виртуальные фоны и выигрывали их рисовали картины мы играли в квизы мы пели песни но конечно экран ноутбука никогда не заменит человеческого общения мне тоже ужасно не хватает коллег и друзей однако когда мы не можем изменить ситуацию мы можем изменить отношение к ней и в удаленке тоже достаточно много позитивного и перспективного я надеюсь что мой сегодняшний доклад будет для вас маленьким шагом к тому чтобы сделать вашу риму жизнь чуточку проще и приятнее спасибо спасибо большое за прекрасный доклад и давайте начнем работать с вопросами я напоминаю что вопросы можно задавать онлайн мы выйдем вас на экран и послушаем ваш вопрос и послушаем ответ докладчика так вопросы уже есть здрасте меня зовут игорь игорь компания dunai stagon rock вот вы сказали по skills матрицу да я тоже считаю это отличная идея отличный подход как к тому что разработчик видит куда расти для него это понятный для его прозрачный процесс и вопрос как у вас они движутся как происходит прием то есть как подтверждается таллинная компетенция как вот это все работает на спасибо за вопрос он действительно очень практичный как подтверждается компетенция подтверждается участием в каком-то реальном проекте как я могу объяснить что я допустим способна презентовать я могу сказать что я выступил на тем литкон вот запись вот мой скилл как я могу решить куда мне двигаться я хочу выступить на тем литкон а потом я хочу выступить на tedx на английском это мой вектор и с каждым сотрудником вы обсуждаете его желание безусловно да это все-таки отправная . куда ты хочешь что ты хочешь делать потому что skills матрица имеет разные блоки и вы можете двигаться в разных направлениях совершенно не обязательно что траектория будет одинаковая у каждого сотрудника но это возвращаясь к вопросу о сильных слабых сторонах хорошо спасибо большое вам спасибо здравствуйте нам павел спасибо большое за доклад вы не могли бы чуть чуть подробнее рассказать про кейс применения программы бонус ли у вас как это работает и насколько вот оценка бонусами мотивируют людей как бы лайкать друг друга спасибо да спасибо но это классная тема про нее приятно говорить давайте вернусь может быть на этот скриншотик чтобы получить более понятно про бонус ли вот смотрите это скриншот моего бонус ли вы видите что вот у меня суммарно на момент когда я делала скриншот было 625 поинтов на которые я могу потом выбирать какие-то подарочки откуда они взялись во-первых коллеги вот мне могут за то что я классно работаю или просто за то что я классная давать какие-то бонус ли и писать при этом и какие-то серьезные обоснования спасибо что ты не сорвала дедлайн помогла нам всем и спасла мир а можно писать что-то достаточно милой серии ну просто спасибо что мы классно поболтали за кофе таким образом это накапливается и а ну плюс еще есть в райке практика что компания начисляет бонусы на дни рождения и на мол спасибо что вы с нами вот и потом мы идем в магазин у меня здесь такие примеры социальной ответственности но на самом деле там есть earpods и и какие-то рюкзаки и сумки куртки ну в общем куча всего что можно выбирать вот так работает примерно бонус ли ну и там куда с и подобные системы никто никого не принуждает все желание уже спасибо за доклад меня зовут андрей я технический директор компании физит у меня вопрос такой вот наша компания была местная там локальная мы были физически все в одном месте работали с работали со всем миром в общем то а потом ушли на удаленку начали нанимать людей везде также и ночью стали распределенной командой и проблема которая стала как раз вот с сохранением и поддержкой какой-то единой культуры что ли в команде я здесь в докладе подчеркнул вот пару идей про вот бонус ли про там были фотографии классных каких-то внутренних мероприятий но у меня теперь задача как как можно вот это же делать но как-то системно да то есть можно организовать одну вечеринку это да какой-нибудь там по зуму как делать это системно есть какие-то еще практики которые применяют ну в принципе вопрос всем на на в зале я буду рад услышать любые идеи потом после вопросов ну да спасибо за вопрос мне кажется это классная тема по пообщаться и поделиться опытом мне кажется неплохим принцип двигаться от от общего к частному когда мы делаем какие-то ну такие достаточно большие мероприятия стараемся собрать максимальное количество людей и потихонечку двигаемся там каким-то не командам департаментом но понимаете да что я пытаюсь сказать на что есть разные активности что хорошо будет работать для большой команды будет странно смотреться для нескольких человек равно как и наоборот прописать план то есть у нас и чар абсолютно точно имеет план активности к разным поводам да с определенной периодичностью с тем чтобы люди все время были как-то вовлечены и очень часто миксуют миксуют команды и миксуют людей с тем чтобы мы там не всегда участвовали одним составом в разных мероприятиях а чтобы мы вот так вот постоянно взаимодействовали недавно кстати мы стали делать рандом кофе в рамках именно райка и я вот за это время пообщалась уже с кучей интересных людей очень много каких-то инсайтов и находок так что вот тоже в презентации не говорила но вот говорю сейчас спасибо здравствуйте арсений тестирование драйвер слышно два вопроса вашего позволения я просто сейчас сам обновляю скиллс матрицу для сотрудников как вы определяете что сотрудник уже перешел на следующий уровень это какой-то порог это какие-то проценты от этого уровня потому что мы понимаем что во-первых у разных скиллов разный вес а во-вторых далеко не все сотрудники будут полностью соответствовать этому списку потому что один ездит на конференции а другой клёво кодит это очень разные вещи и у кого-то софты будет больше чем харды и наоборот это первый вопрос второй про не идеальный случай с людьми про pdp если ты спрашиваешь человека вот чего ты хочешь он такой да все нормально все хорошо вот что с ним делать как бы понятно но хотелось бы наверное от вас услышать да спасибо большое давайте я начну сначала и со скиллс матрицы да вы совершенно правы не будет прям четкого столбика вот сейчас я на втором уровне завтра но не завтра через два года я на третьем уровне всегда это будет как-то варьироваться и будет у каждого человека по-разному здесь наверное работает принцип большинства если вы хотите вы можете выделить там например блок наиболее важных критически важных скиллов там блок каких-то не опциональных но там с меньшим весом и смотреть там вот если он достиг большинства скиллов в вашем главном блоке но мы можем сказать что этот человек там перешел ну или по крайней мере занес ногу в следующий уровень и например совершенно нормально когда мы с человеком это обсуждаем вместе да очень важный момент я хочу это подчеркнуть что это не решение руководителя там ты на втором уровне ты на третьем это но вот эта дискуссия и вы с человеком прям вот сидите и как-то там пытаетесь вспомнить те проекты которые были реализованы его достижения и успехи это тоже в каком смысле такой мотивационный момент такая вот работа и были сотрудники которые например там частично проявляют себя как айси 2 частично и c3 почему нет но и мы смотрим просто где больше что что из этого второй вопрос извините напомнить а если не хочет развиваться но как если ему норм то и норма но знаете какой здесь момент ну поэтому можно предлагать ориентироваться на скилл из матрицы вот есть скиллы которые в нашей работе важны какие из этих тебе кажутся наиболее интересными привлекательными горит никакие ты говоришь на прекрасно значит повышение зарплаты будет такое же можно здравствуйте меня зовут андрей я хотел задать вопрос а не было ли вас опыта внедрения открытых календарей если изначально они закрыты причем они закрыты уровень одноранговых менеджеров и ну по сути это сделано чтобы манипулировать чужим расписанием мне кажется что у нас это сделано на уровне просто вот компании это сделано там айти специалистами и просто мой календарь доступен всем сотрудникам другой вопрос что я могу либо показывать полностью с деталями да там митинг там синк по такому-то поводу или там анны и команда я могу просто ставить настройки что видно что я просто занята в это время и вы не знаете чем но я занята но вы можете видеть также когда я свободно и назначить звонок в это время понял спасибо 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 за доклад а тимур бар цифровой технологии мы тоже используем скилл матрицу и вопрос какой смотрите какой то момент когда компания разрастается начинается сложности с введением до истории по сотруднику карточки вот первый вопрос по поводу того в каких инструментах все таки да ну я просто не увидел в инструментах на эту часть то есть как проследить историю подсветить и посмотреть там другим заинтересованным лицам по с точки зрения развития сотрудников можно ли это как-то в сквозную посмотреть если какой-то инструмент используете и вторая сложность это в плане того что вот ну проводят по одной компетенции например разные люди и оценка на одной и той же матрицы может отличаться да то есть один человек задает одни вопросы ставят какую-то оценку да по сотруднику по той же роли другой например тех лид проводят тоже до задает другие вопросы и получается что у нас какой-то такой разная оценка по одной компетенции компания на уровне компании согласно да спасибо дальше пока на 2 вопрос сразу отвечу значит как мы трекаем и что мы делаем с pdp но тут у меня ответ что мы работаем в райке поэтому у меня есть папочка с моей командой и там у меня хранятся pdp по каждому члену команд и это таска доступна мне сотруднику и как вы сказали тем с кем я хочу поделиться и чар бизнес-партнер может быть там мой руководитель заинтересован но она закрыта от других людей поскольку все таки это ну такая история персональная личная про скиллы я думаю что есть скиллы которые но если речь идет например каких-то hard скиллах о знании чего-то вот что можно прям протестировать вы можете тестировать вы можете прийти какому-то формату сертификации внутреннего тестирования что вот мы делаем квиз как-то ответил столько баллов набрал все софт скиллами сложнее софт скиллы сложно вот так вот оценить да там ну на равных и здесь мой ответ таков что это должно быть о к вам и вашему сотруднику на то есть вы с ним сходитесь на мнение что да вот мой скилл по консалтингу сейчас вот на таком уровне и мы хотим двигаться дальше ведь по сути это имеет значение только для вас с ним да это не так важно там каков скилл у другого сотрудника и равны ли они оценены важно чтобы сотрудник осознавал вот где он находится и что могло бы быть дальнейшим этапом вопрос был по хардам больше спасибо но вот сюда мне кажется хардами в этом смысле можно придумать тест даже два здравствуйте спасибо за доклад меня зовут ольга компании you money мы тоже пользуемся матрицей компетенции в компании и вот что хотел у вас точнить фиксируете ли вы материалы которые пригодятся сотруднику для перехода на очередной уровень еще до того как он будет говорить со своим куратором например может быть это список курсов которые ему стоит поучить книг почитать или чего-то еще то есть если возможность у него до встречи с каким-то человеком понять что ему нужно для того чтобы начать переход на очередной уровень но и да и нет мы делаем это в рамках pdp скорее то есть когда человек проявляет интерес к развитию того или иного скилла и говорит что вот я хочу двигаться в этом направлении я хочу больше уходить в знание продукта в интеграции и там в и пиа и это один сценарий другой человек говорит что нет я чувствую что я отличный коммуникатор я хочу больше общаться с людьми я хочу понимать как они принимают решения как я могу на это влиять и так далее два разных пути и будут совершенно разные инструменты по достижению этих целей есть корпоративная библиотека есть определенный доступ к каким-то курсам но опять же я за то чтобы это обсуждать с человеком но вот ты что хочешь ты хочешь что-то почитать ты хочешь поговорить с кем-то внутри компании кто на твой взгляд обладает этим навыком и получить какой-то дельный совет но то есть сначала обозначаем куда идем а потом как алексей джейджо у меня два вопроса один вытекает из другого первой такая сетка вернее уровне сотрудников обязательно ли по ее применение чтобы уровень зарплат был открыт и все его знали то есть например ты middle получаешь столько-то в час в месяц middle плюс столько-то в час в месяц и так далее и второй вопрос не делает ли такая сетка компанию менее гибкой по отношению к ситуации на рынке то есть например приходит сотрудник который сейчас нужен и говорит то что да и у меня уровень middle плюс но ситуация на рынке изменилась и сейчас сотрудники моего уровня моей квалификации на рынке получают столько-то ну и соответственно вы понимаете что так и есть и на самом деле его зарплатные ожидания обоснованы спасибо я поняла спасибо надо ли делать эту информацию открытой это на ваше усмотрение если вы хотите чтобы люди понимали как мне начать получать 150 тысяч ну вот пожалуйста давайте мы про это поговорим но вы можете просто обозначать это ну скажем повышением да вот у меня есть какая-то моя зарплата что мне нужно чтобы перейти на следующий уровень на мой взгляд аргументы я давно здесь работаю и что-то в этом роде но это не аргументы да мы все-таки больше говорим про достижение желание двигаться и тогда как раз таки вот вы говорите что чтобы двигаться во всех смыслах ты можешь ориентироваться вот на такой-то скиллсет и заниматься там своим продвижением про то что происходит на рынке если вы объективно понимаете что ситуация изменилась и что сейчас эти специалисты стоят по-другому мне кажется что это хороший повод с вашим и чар бизнес-партнером пересмотреть гэп и да ну то есть у вас стоит например по скиллс матрицы и по зарплатным вилкам одна цифра рынок ушел вперед и вы не можете нанять хороших специалистов потому что вы им просто не доплачиваете пересмотрите эти гэп и если это какой-то уникальный случай ну тут уже кейс-байкейс вы можете нанять человека сразу на какие-то большие деньги но допустим чуть медленнее ему повышать зарплату в будущем да там как-то подгоняя уровне в команде ну разные могут быть варианты спасибо большое за доклад василиса на поправку у меня вопрос про ваш опыт сотрудниками у которых ремонт навыки в общем оказались недостаточными и не поддались коррекции что вы делали но с не поддались коррекции это наверное я не могу сказать что прямо у меня был такой какой-то случай что человек там не хочет и и не корректируется все равно так или иначе движение есть но вы уделяете больше ему внимания да как в любом случае когда человек допустим там каким-то навыком обладает меньшей степени чем в среднем по команде ну вам приходится ему там больше объяснять или там лишний раз сказать что вот ты мог бы пожалуйста там вот это сделать или это проговорить а про это написать но вот только такое немножечко так вот мамочкой побыть ну то есть более радикальных мер у вас в практике не было но смотрите если вас это прям в корне не устраивает но прям все работа из-за этого рушится команда не общается ну то есть все плохо то ну да тогда вопрос ребром как при любом другом случае когда все плохо если не все плохо с этим можно жить просто чуть сложнее ну вот да тут получается что как руководитель ну тут чуть больше заботитесь о таком сотрудники ваш опыт он скорее каков вам побыли немножко мамочкой и все встал на нормальные рельсы или мамочкой быть всегда вот получалось ли у вас переводить на другой уровень сотрудников именно по remote skills получалось но получалось не всегда и не сразу это абсолютно точно двусторонний процесс когда вы оказываете ситуации когда вы становитесь ремоут руководителем но для меня это тоже был выход из зоны комфорта один вопрос когда я вот вижу человека там вижу его какие-то невербальные реакции элементарно чем он занимается другой вопрос когда я это не вижу но то есть этот опыт тоже нарабатывался и ну скажем так мы учили друг друга я это понимала и каких-то радикальных мер нет я не предпринимала спасибо все большое всем спасибо пообщаться закладчика можно будет сейчас еще в кулуарах а я бы хотел поблагодарить тебя от лица нашего от лица организаторов но прежде чем поблагодарю делать выбрать автора лучшего вопроса который получит прекрасную книгу который не сразу смог прочитать оказывается написан неизбежно но нетривиально нетривиально читается да нетривиально читается я бы хотела дать эту книжку за вопрос про зарплатные вилки и как с ними работать мне кажется что это для вас и извините забыла как его зовут да вы да 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 очень приятно мне кажется что это классный вопрос потому что он такой про деньги и очень практический вопрос про деньги тоже нетривиальный как и на как и название написано на этой книге могу понять как как так написали так аня и от нас благодарность за твой весомый вклад наше сообщество за твой доклад спасибо тебе большое это было спасибо спасибо вам за внимание за интересные вопросы с вами было очень классно спасибо